Иван Преображенский, политолог-колумнист, Дойчевель, у нас с вами на связи. Мы продолжаем. Иван, здравствуйте. Вы, кстати, подписались на Утро февраля? Утро февраля. Прошу не проклинать, да. Все, спасибо. Раз подписались, не буду. Поехали. После крупного поражения Харьковской области, где российская армия за неделю сдала под контроль вооруженных сил Украины более 8 тысяч километров территории, президент Путин снова стал объектом внимания европейских лидеров. Вслед за Эммануэлем Макроном, позвонившим в Кремль, в воскресенье переговоры с Путиным во вторник провел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В ходе полуторачасовой беседы он предложил российскому президенту де-факто капитулировать и отказаться от своих целей по завоеванию Украины. Шольц призвал Путина полностью вывести войска из Украины, соблюдать ее территориальную целостность, сообщил пресс-служба канцлера во вторник. В ходе переговоров Шольц обсудил не только войну, но и будущее после войны, следует из сообщений его пресс-службы. При этом он предупредил, что любые попытки России по аннексии новых территорий будут признаны и не признаны ни при каких обстоятельствах. Вот этот вот звонок Шольца, о чем он может свидетельствовать, мы, кстати, сегодня на утро февраля, вот именно в трансляции «Злого утра» объявили тоже голосование с просьбой проголосовать, для чего это он звонил. Поэтому заходим, зрители, и голосуем. Посмотрите, пожалуйста. Иван. Да, ну, мне кажется, что здесь достаточно простая ситуация. Как меня поменило, дают раз за разом о том, что Кремль переговоров, и это не то, что смягчение позиций, но это, по крайней мере, такое прощупывание позиции. Запад, в свою очередь, особенно европейцы, которые хотели бы, чтобы так или иначе начались, но при этом не готовы уступать Путину, а стимулируют этим переговором и прощупывают, что называют. Соответственно, Эммануэль Макрон, как это говорится, опять сделал это. Он регулярно звонит Владимиру Путину и регулярно смотрит, насколько тут адекватен, и потом транслирует это своим коллегам. Есть ли вообще пространство для того, чтобы начинать какой-то диалог. Пока его, видимо, не было. И вот сейчас, после военного поражения, в Харьковской области у европейских лидеров возникло ощущение, что пространство для диалога есть. И Владимир Путин, видимо, колеблется или что-то в таком духе, и поэтому они решили, что сейчас надо попытаться усиленно всем по очереди высказать ему свою точку зрения. Чтобы он понял, что расколоть Европейский Союз ему не удалось, что проблемы его будут только усиливаться. И, соответственно, при этом попутно обсудить те проблемы, которые сам Путин обозначает. Потому что, очевидно, Европейский Союз не был бы доволен, если бы Владимир Путин сейчас, а он будет сейчас уже завтра в Самарканде на саммите Шоссе будет обсуждать с Эрдоганом, в частности, экспорт зерна, чтобы он остановил снова экспорт украинского зерна и начал военные атаки на корабли. А создается такое ощущение, что к этому может пойти, судя по заявлениям Путина, и рассуждениям о том, что зерно должно идти в беднейшие страны. Исключительно куда. Иван, вот эти рассуждения о том, ну, манипуляция по рассуждениям, что должно идти в беднейшие страны, хотя по поводу этого уже было объяснение, что поступление украинского зерна в целом на рынок зерна просто уменьшает цену, и таким образом дает странам беднейшим дешевле покупать, что не создают кризис. Но в целом вот эти манипуляции, они на кого работают? Это манипуляции, чтобы расколоть мировое сообщество и страны беднейшие, сказать, вот я тут за ваши интересы борюсь? Я думаю, что нет. Я думаю, что Владимир Путин даже и не думает, что кто-то всерьез поверит в то, что он рассказывает. Это, по сути дела, просто завуалированная угроза. Владимир Путин понять, что он готов применить силу в отношении украинского экспорта зерна и может ограничить российский экспорт зерна и удобрений. То есть, да, Иван, я просто пытаюсь подводить какие-то маленькие рисочки и двигаемся дальше. То есть, получается, что Владимир Путин, продолжая свои же действия, всегда шантаж, я шантажирую заморозить Европу, слабо получается, хотят пропагандисты, кричат, а сейчас я шантажирую всех уморить голодом. Хотя этот же шантаж был уже до так называемой зерновой сделки, зернового договора. Да, совершенно верно. Он использует несколько направлений шантажа. В тот момент, когда ему начинает казаться, что одно из них, в данном случае газовая, работает плохо, мало того, сейчас надо взять паузу и посмотреть, что там придумает Европейский Союз и США по ограничению цен на энергоносители, он переходит сразу к другому направлению. Нам, на самом деле, в этом смысле они всегда достаточно честно говорят, чего они собираются делать и делают. Достаточно почитать интервью Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности и ближайшего практически сейчас к Путину человека, который все эти проблемы, как потенциальные проблемы Запада, которые вызваны его конфликтом с Россией, обозначал несколько раз. Там миграционный кризис, который им не удалось организовать. Европейский Союз справился, ну, где-то лучше, где-то хуже. Понятно, что людям очень тяжело, но справился с приемом беженцев из Украины. Продовольственный кризис. Голода пока России тоже организовать не удалось. Больше об этом разговоров. Нет, но, тем не менее, риск сохраняется. И энергетический кризис. Энергетический кризис им кажется самым выигрышным для них, самым сильным местом. Но и тут сейчас возникли серьезные сложности. И опять-таки в Самарканде завтра-послезавтра Путин будет, например, уговаривать премьер-министра Индии не присоединяться к соглашению о фиксированных ценах на покупку российской нефти. Давайте перейдем к следующей теме. Поговорим про здоровье Владимира Владимировича. Путин на форуме Владивосток сопровождал 12 врачей. Гораздо больше, чем в прошлой поездке. Об этом сообщает BBC. По их данным, если в 2021 году Путина сопровождали на форуме только два врача, то в 2022-м, к слову, они пролетели из Москвы в Владивосток за 10 дней до президента и сидели на карантине в отеле на острове Российском, где проходил форум. Я понимаю, что такая достаточно желтая тема может не полететь, не политологическая, но тему здоровья Путина обсуждается, по-моему, сначала вторжение. Фейгин говорил о том, что там раковые уже есть какие-то информации и так далее. Вообще, в целом, здоровье Путина, насколько это является таким серьезным маркером для его окружения? Я думаю, что его окружение, в отличие от нас, в курсе относительно реального состояния его здоровья, насколько бы Владимир Путин не стремился сходить свое, скажем так, состояние, насколько бы он трепетно к этому не относился в его ближайшем окружении, я бы ему активно желал жить до суда, и с этой точки зрения я благодарен российским властям, в смысле российским врачам, которые с ним ездят. Пусть они постараются это обеспечить. Как любой человек в его возрасте, он точно имеет какие-то проблемы со здоровьем, но с учетом того внимания и того контроля, который у него есть, с большой долей вероятности, в отличие от главного редактора «Комсомольской правды», который, как сегодня стало известно, умер не старым еще в общем человеком, Владимир Путин может жить еще очень и очень долго, даже если у него возникает рак. Все мы понимаем, что большая часть формы рака лечибельно-операбельно на ранних стадиях, а у него контроль практически ежедневный. Поэтому мне кажется, что тему его возможного, скажем так, выбывания из власти, его смерти от какого-либо заболевания, в первую очередь сам Кремль активно поддерживает, для того, чтобы противники Владимира Путина меньше действовали и больше рассчитывали на то, что он коньки отбросил. Вариант, но тем не менее, как всегда, тема здоровья Путина продолжает нас всех интересовать. А вот всему все-таки, да, опять же, если разгоняется в прошлом году два человека, в этом году 12 врачей, усиление просто медицинского обслуживания? Я думаю, что от ситуации, от того, как он себя в данный момент чувствует. Там были же большие журналистские расследования на эту тему, и в разные периоды с ним ездило разное количество врачей. В Сочи приезжало до двух десятков когда-то, и тогда ходили слухи, что ему там делалась операция. Тут надо понимать, что в отличие от большинства своих же соратников, которые при всех прочих равных на серьезные операции договариваются и уезжают условно в Израиль или в Германию, Владимир Путин, конечно, ни на какие операции никуда не поедет. Иностранным врачам уже совершенно не доверяется его мания преследования. И, соответственно, существует огромная группа российских врачей, которая работает только на него и на его здоровье. И давайте обратим внимание, что их вначале запихивают в карантин, прежде чем им вообще разрешат до Владимира Путина добраться. Еще одна интересная история. Почему они осматривают его в Владивостоке? Почему те же самые врачи не могли поехать вместе с ним или осмотреть его в Москве, условно говоря? Видимо, потому что он на самом деле не в Москве, а слухи о его вот этом бункерном пребывании, они более или менее соответствуют действительности. Он не в свободном доступе. И медицина, врачи пользуются случаями для полноценных осмотров, когда он уже куда-то все равно рискует. Интересная тема. Сейчас я предлагаю перейти к очень такой достаточно веской. У нас даже в превью «Зловое утро» называется «Один шаг до мобилизации». Тотальной мобилизации в России. Поэтому сейчас я зачитаю информацию и мы все равно полноценно обсудим. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании в Госдуме, призвал к всеобщей мобилизации в России. По его словам, в Украине идет не спецоперация, а война, которая закончится или победой, или поражением. Однако позже в партии начали оправдываться. Пресс-секретарь политсилы Александр Ющенко заявил, что Зюганов имел совершенно другое. Он имел в виду мобилизацию экономическую, мобилизацию политическую. Напомним цитату Зюганова о полномобилизации страны. Ранее появился в телеграм-канале депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. К тому же депутат предложил ладинороссам самим отправиться на войну с Украиной. Тем мобилизации, которые разгоняются в последние дни, уже очень активно. Сперва о ней заявляет глава Комитета по безопасности, фамилию не помню, Единоросс. Сейчас вот Зюганов, правда, тут же быстренько перевернули, сказали, что он не это имел в виду. На мой взгляд, будут еще какие-то заявления. Это мое предположение. Как вы считаете, вот эта тема тотальной мобилизации в России, насколько она реальна в целом, эта мобилизация? Мы про это говорим в последние уже точно шесть месяцев постоянно. Ну и если да, то какие пути ее реализации? Я думаю, что она нереальна в ближайшее время. Тут очень простой ответ. С самого начала агрессии российской 24 февраля вся социология, которая, насколько можно сказать, но тем не менее фиксировала огромный страх людей с призывного и большего возраста перед мобилизацией мужчин. Всех от мала до велика. От ментов до оппозиционеров. В этом Россия едина. Тут никаких общей между самыми группами, между разными работами, социалистами, профессиональными. Ее вообще нет. Соответственно, владельцы, насколько я понесмотря на утром, очевидно, значение адекватности, с реакцией Кремля верят в то, что мобилизация убьет его рейтинг. Удивнее власти, в России важнее других операций. Да, Иван, но с другой стороны, насколько я понимаю. Соответственно, одни вступают в конфликт с другими. Мы просто видели, что вчера Псков четко написал, что, во-первых, распространяется операцию, которая взрывает войну, надо высказываться аккуратнее. Во-вторых, мобилизация не обсуждается. Заткнитесь. Если мобилизация начнется, об этом сам Путин скажет. Это ваше дело. А для чего тогда эти высказывания людей, условно говоря, у людей власти, которые вот там в округе до около, они близки, но в округе до около, для чего тогда эти высказывания? Возник конфликт интересов. Владимир Путин со стороны хочет выиграть войну, и вокруг него огромное количество людей. тимулировок там в округе. Он гораздо активнее объявил общую мобилизацию, начал бы корон бородировки в тех городах, уничтожая их, добил бы всю инфраструктуру, до которой долетают российские ракеты в Украине, и так далее. Но сам Владимир Путин ощущает, что при всеобщей мобилизации у него резко повышаются шансы потерять быстро власть, потому что ситуация может стать неуправляемой. Эти люди, мобилизация, скажем так, не откосят, они слишком трусливые, но и воевать полноценно не будут. Соответственно, пойдет развал армии и пойдут внутренние протесты. Этого он и боится. Но, исходя из этой логики, скажем так, реальный финал уже очевиден, то есть российские войска выйдут с территории Украины или будут окончательно разбиты, но потому что воевать-то нечем, некем. Некем. И, судя по всему, Владимир Путин потихоньку склоняется к тому, что война может тянуться еще годами, но российскую армию постепенно будут выбивать. Возможно, он надеется на то, что ему удастся переломить общественное настроение. Зимой ли на фоне энергетических проблем и инфраструктурных проблем в Украине вдруг возникнут снова уропатриотические настроения в России и удастся этих людей погнать воевать? Или, наоборот, по мере того, как украинская армия будет освобождать территории, удастся снова убедить россиян вот эти вот все, где вы были 8 лет, дети Донбасса, давайте же защитим русских людей Украины. На этой почве удастся как бы помнить общественное настроение. То есть он не знает, что ему удастся постепенно приучить россиян к мыслям мобилизации, но точно сейчас он ее не готов проводить. Хорошо, переходим к следующей теме. Так выглядит палаточный городок в России для беглых коллаборантов из Балакли, изюмокопианска и Волчанска. Давайте посмотрим. Покажем их, давайте. Это я с редактором разговариваю. Сейчас все активнее ведутся разговоры об ответственности за коллаборацию. Давайте же разберемся, кто и как ответит за сотрудничество с оккупационной властью. По украинскому законодательству учителям, которые согласились преподавать на незаконно оккупированных украинских территориях новую пророссийскую программу грозит исправительные работы, аресты или лишения свободы. Мэры и депутаты, руководители оккупационных администраций будут наказываться лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. Полицейские, прокуроры, судьи наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет. Что же до предпринимателей в украинском законодательстве отмечено, что передача материальных ресурсов незаконным вооруженным формированием карается штрафом лишением свободы. Врачи, согласно Женевской конвенции, должны выполнять свою деятельность вне зависимости от гражданства и политических взглядов, и при этом они не могут быть привлечены к ответственности. Вот тема коллаборантов, знаете, с точки зрения России, с точки зрения Украины это понятная вся история, но с точки зрения России эти люди сейчас бежали на территорию Белгородской области. Я думаю, что это не последний палаточный городок. В дальнейшем какова их судьба? Ну, судя по тому, что мы знаем о том, как раньше все это происходило, судьба их не завидна. Россия не будет всерьез российские власти заниматься их устройством, максимум, что им дадут это там. Российское гражданство и копеечная посоль. Дальше крутитесь как хотите. Кто-то наиболее высокопоставленные, успевшие на оккупации украсть какие-то деньги, типа господина Сальдо, про которого уже русскоязычная пресса активно пишет, что именно за это он был и кремлевскими людьми отстранен. Они устроятся на равном положении с департаментами Украины и Украинами, которые либо не смогли, либо может коллаборант не захотел уезжать. Или у них родственники в России и так далее. Но доля людей не завидует. Другое дело, что это симпатизировано вложение условий бежно. Люди, которые не поддержали свою собственную страну в ситуации в военном рессе и со стороны им логично уезжать, к которой симпатии относятся, и строить свою дальность там. Ну, смотрите, история, ну, как бы, если немножечко заглядывать в будущее, режим все равно рано или поздно изменится. Можем скептически смотреть на это, более оптимистически, но он изменится. Отношение к коллаборантам после изменения режима в России изменится? Каким он будет это отношение? Потому что в Украину они понятно точно уже нет. Я думал, что вот, что оно должно быть правовое достаточно. Понятно, все гражданства в отношении гражданства Путина успел давать мать, они будут признаны ничтожными. Но все на 2014 года, получившие Россию гражданство по специальному автоматически решатся. они получают статус условно беженца или там лица безгражданства, перемещенного лица, это уже там как будет договоренность с комиссариатом по делам беженцев ООН. Коллаборанты по соответствующим запросам украинских правоохранительных органов, реальные преступники как бы должны выдаваться Украине и там будет происходить состязательный нормальный суд, который будет решать виновны они или нет. У них всегда есть возможность через суд доказать свою невиновность. А люди, которые не совершали преступления, но при этом не хотят бояться, им некуда возвращаться в Украину, не знаю, какие у них там будут соображения, должны обычным порядком подаваться на российское гражданство граждане любой другой страны, которые въехали на территорию России и хотят быть российских граждан. Мне кажется, это будет разумный правовой подход, при этом Россия должна сделать все для того, чтобы помочь вынужденно перемещенным, насильственно перемещенным гражданам Украины вернуться в свою страну, найти детей, которых насильственно вывезли и вернуть их родственникам и так далее. Переходим к следующей теме. Страны Запада не пойдут на проект гарантии безопасности Украины, предложенный Офисом Президента Владимира Зеленского. Так считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, подобные соглашения будут, цитирую, прологом к Третьей мировой войне. Поскольку это, далее цитирую, почти то же самое. Что применит к Украине пятую статью Североатлантического пакта. Она подразумевает, что агрессия в отношении одного члена НАТО является нападением на весь альянс. Медведев назвал в кавычках недоумками тех, кто продолжает поставлять Киеву вооружение и предрек переход военной компании на другой уровень. Если это произойдет, достанется всем, и страны НАТО уже не смогут, цитирую, ослаблять Россию чужими руками в своей гибридной войне, уверен Путин. Точка. Да, ну, Медведев на самом деле, просто, ну, как бы для меня, мне кажется, одно и то же, но вот этот персонаж, вот этот текст, я думаю, сначала про текст, а потом про само соглашение, которое вчера обсуждал. Текст Дмитрий Медведев писал в два захода, как известно, и длинное такое полотенце, он его туда уже дописывал. В принципе, понятно, что он высказывает мнение условно-дисциплина и всего оружия. Это надежды, а не реальность. и короткое это сообщение, оно с начала войны в отношении Запада практически не меняется. Оно звучит, извините, по-русски немножко матерно, я это всегда передаю. Не трогайте нас, мы ебнутые, у нас есть ядерная бомба. Дайте нам делать все, что мы захотим, мы же вас не трогаем, мы только Украину. Нет, вот эта позиция абсолютно не меняется, она совершенно виртуальная, я думаю, что они не готовы применить ядерное оружие, и верить в это, это самозапугивание. В любом случае, имея дело с сумасшедшим, бессмысленно исходить из каких-то возможных его рациональных мотиваций. надо надо делать то, что необходимо делать, то есть оказывать поддержку Украине со стороны Запада. Но, к сожалению, на Западе действительно достаточное количество людей в европейских во многих странах, которые боятся применения России ядерного оружия. И, полагаю, они будут на это реагировать и пытаться в своих странах лоббировать смягчение, скажем так, этих гарантий. к этому соглашению, Киевское соглашение, которое вчера было озвучено, после этого появился пост Медведева, в целом как вы можете охарактеризовать? Я боюсь, что это соглашение может остаться соглашением на бумаге. Очень важно. То есть не подпишут, потому что это пока проект. Подпишут, но его надо подписать, должным образом ратифицировать. И главное создать механизм жесткого применения этих гарантий, которого я честно говоря все-таки пока не вижу. Гарантии есть. Что принадлежит гарантов к выполнению этого соглашения? Мы уже видели одно такое соглашение, что никак не ранило суверенитету Украины в итоге. Огромное спасибо Иван Преображенский, политолог, колумнист Дойче Вель был с нами на связи. Обсуждали в том числе реакцию Дмитрия Медведева на проект соглашения Киевского соглашения о безопасности, который уже вчера презентовали в офисе президента Украины на Банковой. Мы продолжаем. Продолжение Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...